У 46-й школы Могилёва хоккейная коробка капитальная. Заливают ей у першиню. Нареште усталевались сприяльные умовы. Сама природа зарабила добрую подушку под лёд. Был большой снегопад. Он там остался. Мы его утрамбовали, выровняли и сверху поливаем. А за борта? За борта мы чистили дорожки вокруг катка и забивали борты, чтобы с той стороны не выливалась вода. Каток у школы, как и у весь стадион, призначены для спортивных отпочинков Жахаров микрорайона. Правда, про катку тут нема. Про инвентар аматоры зимовых видов спорта повинны поклопотиться сами, кажуть, у школе. К сожалению, катание на коньках пока не входит в программу учебную. И у нас не закуплены коньки. У нас есть лыжный инвентарь. 150 пар лыж. Мы с учащимися в третьей четверти начинаем лыжную подготовку. Будем заниматься на этом стадионе. На залетё школьного катка уходит каля трёх дён. А вось, как нарастить лёд на стадионе, рассказывают, у администрации «Спартака» процедура больше протяглая. Спочатку проливают утрамбованный снег. Чакают, пока подмёрзнет. Потом снова заливают. И так, в несколько разов. И только потом послойно нарушивают лёд. Але и тут сподяются, что до субботы стадион будет открыт для массового катания. Два года не было проката. Будет какой-то ажиотажный спрос. Но, поверьте, у нас 150 пар коньков на прокате всегда хватало. И потому что больше тенденция пошла к тому, что люди приходят уже со своими коньками, они покупают коньки. И купив билет на вход, демократическая цена, катайся хоть целый день. У Могилёві самые буйные лядовые пляцовки пад открытым небом – стадионы «Спартак», «Торпеда» и «Космос Корт», что у Печерским лесопарку. Татьяна Сергеевич, Дианис Жавіна. Новини региона.